Дипломные работы студентов художественного училища имени Малютин это настоящий калейдоскоп эмоций. Выпускники играют с пространством, образом, краской и светом. Роспись ткани и декорация помещений это широкий спектр творчества, где художник вправе лишний раз доказать, что границу фантазии нет. Дипломы сложные, ассоциативные, достаточно глубокие и очень профессиональные, потому что именно та профессиональная сфера, которую они должны освоить, в которую они должны включиться именно, она многое дает им в будущем. На последней защите в этом году свои работы представили ученики специализации художественная роспись ткани. Дипломный проект Елизаветы Болдыревой – детская, созданная по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В этой комнате главным является пространство и минимум вещей. Детская – особый мир для ребенка, в ней он не должен испытывать цветового голодания, а значит краски максимально свежие и яркие. Я сделала ширму, портьеру, панно и подушки, там присутствует стул. Я думаю, что она получилась достаточно позитивная, веселая. Я думаю, в такой комнате ребенку будет интересно жить, весело, приятно, у него будет развиваться фантазия. Волшебный лес Нины Шуйской – это гармония, спокойствие и безмятежность. В нем нет ничего конкретного. За счет графических эффектов возникает ощущение недосказанности. Техника, в которой выполнены полотна – холодный батик с использованием элементов коллажа. Их Нина предлагает выставлять в ресторанах для создания дополнительной атмосферы в помещении. Серия кукол Алены Богатыревой посвящена языческим женским божествам. Изучение сказаний «Былин славян» привело ее однажды к созданию собственного авторского проекта, который, по ее словам, может служить наглядным пособием для изучения детьми мифологии сказок. За основу я просто взяла, ну вот именно в костюмах, русский народный наряд, обрядовый в частности. А сам образ, лица и мелкие талии, в принципе, продуманы уже как было мной. То есть это чисто авторское изделие. По словам педагогов, выпускники художественного училища ныне составляют не только основной костяк отделения Союза художников, но и знаменитой росписью тканей благодаря Ивановской школе Батика. «Востребованы они, пожалуй, на рынке труда хорошо. Многие выпускники работают и в городе, и за рубежом. Мои же выпускники, многие работают в Германии. Причем работают, как правило, по специальности, занимаясь тоже текстильным дизайном. В Москве, безусловно, и здесь, в Иваново». В планах у выпускников обязательно получить высшее образование и, скорее всего, в текстильной академии. Ведь именно здесь дают возможность молодым художникам и дизайнерам заявить о себе широкому миру моды. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.